Всем привет! Меня зовут Илья, и в этом видео я буду повествовать о вещах, которые реально могут навредить любому музыканту. А точнее, это будет шесть пунктов того, чего не должен делать профессиональный музыкант никогда, дабы не навредить себе. Некое такое отличие профессионала от обычного музыканта. Начнем с пункта номер один, это никогда не играй с отключенным мозгом. Что это значит? Это значит, что любое твое действие на инструменте, любое твое упражнение, любая репетиция, любая музыкальная фраза должна быть осмысленна. Если ты сел заниматься на бас-гитаре, ты должен понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, для чего и прочее. Бездумно ни в коем случае не надо делать что-то, и в том числе играть на музыкальном инструменте тем более. К примеру, ты общаешься со своим лучшим другом, и ты говоришь ему что-то, определенные слова, ты же обязательно вкладываешь какой-то в это смысл и хочешь что-то добиться. И то же самое в музыке, если ты тупо играешь бездумно и не вкладываешь никакие образы, не вкладываешь никакой смысл в то, что ты делаешь, то навряд ли получится что-то интересное. То же самое и касается упражнений. Если ты занимаешься на басу сегодня трезвучием, ты должен понимать, для чего я играю сегодня трезвучие или для чего я играю пентатонику. Для чего я занимаюсь импровизацией, для чего я играю рифы, почему я играю именно восьмые. Тоже даже любая гамма, простая, обычная мажорная гамма, если ее просто бездумно гонять, то навряд ли у вас получится что-то. Но в тот момент, когда вы в нее вложите определенный смысл, например, попробуйте поиграть в разных размерах, в разных тональностях, в разных ритмических рисунках, то будет сразу получится по-другому, результат будет другой. И даже к обычной игре упражнений нужно относиться творчески, художественно, вкладывать смысл даже в гаммы. По моему скромному мнению, необходимо любому профессиональному музыканту четко осознавать, что он делает. Если он играет фразу, например, такого рода, сразу видно, и он сразу понимает, что он играет. Это трезвучие, две октавы, минор, плюс ноты минорной гаммы. И он знает, как это звучит, он понимает, где это можно использовать, как это разогнать по всему грифу и прочее. Это осмысление, это и есть профессиональный подход к делу. Абсолютный факт. Если ты будешь разучивать какое-то произведение, даже сложное, какую-то импровизацию, соул на басу и прочее, и вкладывать в это смысл каждую фразу, осознавать, художественно связывать это с художественными образами, с какими-то ощущениями, осознавать и анализировать каждую фразу, то она гораздо быстрее выучится. Это по песне или произведению. И звучать она в итоге будет не выхолощена, а реально живо и круто. Поэтому первый пункт это думать и осмысливать каждое действие. Пункт номер два. Выпячивать себя и играть миллион лишних нот. Любой профессиональный музыкант и опытный бад-гитарист не может себе позволить в ансамбле играть лишние ненужные ноты. К примеру, в ансамбле есть определенные законы, в ансамбле в игре и в группе. В ней есть четкая логика. Каждая партия выполняет свою роль. И тут нет никаких лишних инструментов, никаких лишних звуков, никаких лишних элементов. Все подчинено и все работает едино. И если ты, к примеру, играешь аккомпанемент вокалисту, то ты не должен ни в коем случае препятствовать вокалисту вставать на пути, играть миллион лишних нот, залезать в диапазон частотной гитары или клавиши, или этого же голоса. Ты должен, наоборот, обогащать и помогать. Ключевое слово – помогать в сольной партии, а не наворачивать и экспериментировать. Очень важно понимать и играть сначала особенно. Только то, что действительно необходимо и то, что действительно работает. И все в этом уверены. К примеру, если ты придешь на репетицию в группу и начнешь сразу показывать свой скилл, которого наверняка может и нету, и играть, поливать миллионами нот, экспериментировать на ходу, тем самым мешая и избивая всех остальных, то, скорее всего, на работу возьмут другого человека. Даже несмотря на то, что ты можешь сыграть сложную партию. Вещь номер три – зацикливаться на себе и не слушать, игнорировать то, что делают и играют другие музыканты в ансамбле. Это болезнь, скорее, молодых музыкантов, которые много занимаются в силу того, что, может быть, много занимаются и постоянно слушают себя, постоянно работают над собой. И это получается как издержки большого количества занятий. Но бывает так, что эта болезнь не излечивается. Это реально печально, особенно для тех, кто ей болеет. Но и для людей, которые с этим человеком играют, если такие люди еще есть. У этой болезни может быть много, на самом деле, причин. Но, на мой взгляд, основное – это то, что люди относятся халатно к своей работе в плане подготовки к репетициям, подготовке вообще музыкального материала. Например, человек приходит на репетицию, и он плохо выучил материал. Он думает, я сейчас буду импровизировать, да выкручусь, еще что-нибудь придумаю, я же крутой скилловый чувак. Но на самом деле это плохо. Если человек не учит материал, то он не может прийти на репетицию и сконцентрироваться должным образом на то, что делают другие и слушать других, если он не знает, что ему играть. Поэтому вот это вот и есть основная причина. И тут можно посоветовать относиться серьезнее и готовить свои партии. Лично по моему опыту бывает так, что, если ты не знаешь даже, что сказать, у тебя в голове пусто вообще бывает такое, что просто нет вдохновения, как будто, не знаю, водой наполнена башка. И в этот момент, на самом деле, иногда проще, даже правильно и проще послушать, что делают твои друзья, твои музыканты, как они играют, чем они сейчас дышат, что они слушают. И в этот момент, когда ты реально немножко выйдешь из себя и начнешь слушать этих людей, и сама музыка придет к тебе, и ответы найдутся сами по себе, и ты сам поймешь, что играть, на самом деле, если ты будешь слушать других людей. Это важный момент. Всегда стоит слушать других людей в ансамбе, что они делают. пункт номер четыре профессиональная этика или проще говоря не быть на самом деле это очень важный пункт его даже можно поставить на первое место что он себя включает это очень много вещей очень много например не опаздывать на репетиции всегда иметь с собой запасной комплект струн ходить на саундчеки учить материал не ругаться матом не пить алкогольных напитков перед концертом не причислять вокалистку к представительностью древних профессий не вспоминать родственник гитариста когда уважает в общем здесь может быть много пунктов это культура человека его воспитанность нужно относиться уважительно к людям которыми ты работаешь пункт номер пять это зацикливание на каком-то одном стиле например я играю только рок или я играю только металл все другого мне неинтересно на самом деле это очень плохой знак очень плохая восприятие действительности почему потому что любое любое самоограничение точнее любая любое зациклить и есть самоограничение правильно поэтому а самоограничение это что получается получается что изоляции получается что деградация профессиональная ты не знаешь что там происходит других каких-то стилях ты не знаешь какие фишки существуют джазе или фанки или в роли или не знаю в любой другой музыки это очень важный момент и любой персональный музыкант должен ориентироваться во всех современных котируемых и играемых звучащих стилях это важно хотя бы знать к чем каждый стиль какими фишками какими техническими приемами обладает к тому же в современной среде профессиональной музыкальной высокая конкуренция и на работу скорее всего куда-то возьму человека который может сыграть все там от джаза фанка заканчивая металлом на перегрузе он может в любом так скажем в любой песне в любом вообще ситуации себя проявить и охватить тем самым большее количество целей поэтому человек который себя не ограничивает и смотрит везде слушает разную музыку играет разную музыку реально респект таким ребятам последний на сегодня пункт номер шесть это увлечение дешевый низкопробной поп-музыкой на самом деле я люблю поп-музыку и люблю современную музыку и не считаю что современная музыка как-то хуже или не знаю не такая крутая как была раньше вообще абсолютно нет я считаю наоборот даже больше музыка развивается и даже популярная музыка достигла достаточно высокого уровня но в этой общей культуре есть на самом деле прослойка реально того чего лучше не не увлекаться и не слушать реально дешевая и разлагающая мозг и душу музыка и так это было шесть пунктов того чего вообще не стоит делать никакому музыканту особенно профессиональному дабы не оказаться на обочине музыкальной жизни и не стать низко скилловым не очень хорошим музыкантом если я что-то упустил забыл или где-то ошибся обязательно пишите в комментариях обсудим продуктивно исправим что нужно всем доброты подписывайтесь на канал ставьте лайки и колокольчики все там все как положено спасибо пока